На клинический случай представляется пациентка 63 лет, которая в мае 2014 года с жалобами на кровянистые выделения обратилась к гинекологу по месту жительства. Был выявлен рак шейки матки, гинекологически она у нас месячная из 12 лет, менструации по 4 дня через 28 дней, умеренная половая жизнь 17 лет, 4 беременности, 2 родов, 2 абортов. По гинекологическому осмотру по передней полуокружности шейки матки определяется эндофитная опухоль размерами около 1,5 см без признаков инвазии стенок влагалища. Гистологически была верифицирована высокодифференцированная эндоцервикальная аденокарцинома. При обследовании по МРТ маловатаза шейка матки размерами 28 на 36 на 37 мм, по передней стенке шейки матки преимущественно в сервикальном канале определяется опухолевое образование размерами 19 на 15 на 14 мм, интенсивно накапливающий контраст инвазии мышечной стенки шейки матки более чем на 1-2 толщины. Кораниальная опухоль не достигает внутреннего зева, признаков распространения опухоль на тело матки нет, серозный слой шейки матки не изменен, признаков инвазии стенок влагалища и параметриев не выявлено, тазовые лимфатические узлы не изменены. При выполнении компьютерной термографии грудной клетки и брюшной полости данных за удаленные метастатические изменения не получено. Таким образом был сформирован диагноз рак шейки матки CT1B1N0M0, первая B1 стадия, гистологически также напоминаю, это эндоцервикальная высокодифференцированная аденокарцинома и на голосование представляется случай, варианты лечения. Первый вариант это хирургическое лечение, с учетом вчерашней дискуссии два вида доступа, это лапаротомия, радикальная экстрепация матки с придатками, либо лапароскопическая, радикальная экстрепация матки с придатками, либо проведение курса сочетанной химио-лучевой терапии по радикальной программе, либо проведение ноидеватной химиотерапии с последующим возвратом к вопросу о хирургическом лечении. А можно голосование открыть? А уже проголосовали, успели? Ну, голосуем активно, и можно голосовать. Здесь, я думаю, достаточно просто проголосовать. И лидирующая позиция занимает лапаротомия. Но я думаю, вряд ли изменятся наши проценты, все же лидирующие после вчерашнего заседания... Каждый пятый доктор хочет лапароскопически оперировать пациентку. Нет, но после вчерашнего заседания все же опережает лапаротомный доступ. Обоснуйте! Давайте продолжим. Порядка 75% видно, что проголосовало за хирургический метод лечения. Мы не исключение. И в июне 2014 года пациентке была выполнена лапароскопическая, радикальная, нервосберегающая экстрепация матки с придатками, типа 3 по пиверу, либо C1 по классификации QRLA-MORAL. Гистологически была получена эндоцервикальная аденокарцинома шейки матки, высокодифференцированная с глубиной инвазии до практически 1,8 см в наибольшем измерении. Краи резекции влагалища вне опухоли, лимфатические узлы, тазовые лимфатические узлы без метастатических изменений. Таким образом пациентке был сформирован диагноз рак шейки матки ПТ1, Б1, Н0, М0 и с учетом гистологического заключения в адювантном режиме пациентке проведен курс дистанционно-конформной лучевой терапии на малый таз из зоны регионального метастатизирования с уморной очаговой дозой 40 ГРАИ. Но через 9 месяцев, если вспомнить вчерашнюю лекцию Игоря Викторовича, при отслеживании пациентов, наверное, отслеживали около 60 пациентов с 4,5-летним интервалом на 0,1 день, и он упоминал, что у нас был один местный децидив, это именно он. Через 9 месяцев после завершения лечения, при контрольном МРТ малого таза, в проекции верхней третьей влагалищины, преимущественно по передней боковой полуокрудности, визуализируются неоднородные структуры опухолевой ткани размерами около 2 см в диаметре, интенсивно накапливающая контраст. Лимфатические узлы не увеличены, по компьютерной томографии грудной клетки и брюшной полости данных за отдаленные изменения получено не было. Таким образом, в пациентке был сформирован диагноз ракшейки матки Т1Б1 состояния после комбинированного лечения, рецидивный узел в верхней третьей влагалище через 9 месяцев после завершения лечения. И на голосование предлагается выбрать оптимальную тактику лечения для данной пациентки. Три варианта лечения. Это хирургическое лечение, удаление данного местного рецидивного узла, либо проведение повторного курса лучевой терапии, либо выполнение лекарственного метода лечения. Видимо, в аудитории все же больше хирургов, и опухоль она небольших размеров, и здесь лидирующая позиция у нас также занимает хирургическое лечение. Больше половины аудитории, как видно, по голосованию проголосовала за хирургическое лечение, около трети склоняются к проведению лекарственной терапии, и практически 20% слушателей выбрали бы повторный курс лучевой терапии на зону малого таза. Нами была выбрана следующая тактика лечения хирургическая. Была выполнена пациентки лапаротомия, удаление рецидивного узла с резекцией передней стенки влагалища до нижней трети, гистологически был подтвержден рецидив заболевания, и в адевантном режиме пациентки было проведено три курса химиотерапии по схеме ТС, планировалось шесть курсов, но химиотерапия была прекращена из-за развития гематологических осложнений и срыва сроков проведения с последующих курсов химиотерапии. Но на этом ее история не заканчивается, и в июне 2016 года, через 10 месяцев после завершения лечения, был зарегистрирован второй рецидив, также рецидив местный в зоне в области влагалища, где по данным МРТ малого таза на фоне выраженных послеоперационных изменений в проекции культи влагалища визуализируется образование размерами 28 на 24 на 14 мм, но в отличие от прошлого случая отмечается инвазия стенки мочевого пузыря на всю толщу, без сформирования внутрипросветного компонента. По цистоскопии в области нижней стенки мочевого пузыря отмечался булезный отек слизистой мочевого пузыря, на фоне которого достоверных признаков инвазии опухоли получено не было. При выполнении колоноскопии также не было получено данных за прорастание опухоли. И на голосование по данным компьютерной томографии грудной клетки и брюшной полоси данных за удаленные изменения также не было, рецидив был исключительно местный, поэтому диагноз был сформирован как рецидивный узел по передней стенке влагалища с образованием булезного отека слизистой мочевого пузыря. И на голосование предлагается три варианта лечения. Это хирургическое лечение, удаление рецидивного узла, проведение повторного курса лучевой терапии, либо проведение пациентки лекарственного лечения выполнения химиотерапии. Мы не убедили вчера с Кириллом Георгиевичем, Кирилл Георгиевич не убедил вчера, что нужно все же выполнять висцерацию, но у нас есть два хирурга сегодня, и я думаю, что они выскажут свое мнение относительно этого случая, и химиотерапевты, как самые активные хирурги, тоже выскажут свое мнение, но я думаю, голосование, наверное, подходит к концу. Да, голосование окончено. Как видно, половина аудитории предложила бы пациентке лекарственный вариант лечения, но мы хотели бы пока на этом прервать нашу презентацию, услышать мнение экспертов по данному вопросу, чтобы потом вернуться к ней повторно. Продолжение следует...